Репетитор гитары Как правило, первый шаг ваш это забить песню, то которую вы хотите исполнить, название этой песни в поисковике, зайти на сайт, открыть страничку, где слова этой песни. Так вот, над словами той или иной песни, как правило, размещаются буквенные обозначения латинские. И многим непонятно, что же это за такие буквы, с чем их едят, как они играются на гитаре, чем отличаются там мажор от миноры. Вот об этих, кстати, буквенных обозначениях мы с вами и поговорим в этой видеоприятии. Я буду стараться максимально просто доносить до вас эту информацию. Мы не будем сегодня во всякие гармонические глубины лезть, не будем говорить о секст-аккордах, о септ-аккордах. Это когда к буквенным обозначениям приписывают еще рядышком цифровые обозначения. Мы поговорим о самом необходимом минимуме. И, зная вот этот необходимый минимум, вы сможете исполнить подавляющее большинство песен, которые существуют в интернете. Даже если вы будете игнорировать цифровые обозначения, а исполнять на гитаре только то, что написано буквами, уже, в принципе, песню можно исполнить. Это будет не супер-пупер-профессионально, но для любительского уровня вполне это может подойти. Во всяком случае, фальши не будет. Итак, давайте мы с вами вот начнем с чего. Мы знаем, что существует 7 ноточек. Вот эти ноточки. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Я думаю, что подавляющее большинство тех, кто смотрит эту презентацию, наверное, 99,9% знают названия этих 7 нот. Вот. Я сделал эту табличку. Кстати, вот эта табличка и еще у нас будут пару табличек в процессе этой видеопрезентации. Я сохранил их прямо под этим видео на страничке, где разместил, ну, опубликовал это видео на своем сайте. Вот если вы смотрите на ютубе это видео, можете вот сюда вот зайти на этот сайт, там это будет видео, и прямо под этим видео странички будут эти картинки опубликованы. Это для чего удобно? Вы можете их распечатать или сохранить к себе на компьютер просто. И в любой момент, когда разучиваете новую песенку, использовать эти таблицы в качестве шпаргалки. Заглянули, посмотрели, какая буква обозначает какой аккорд, и все. Дальше уже проще будет заниматься. Ну, хорошо, давайте мы вернемся к сути урока. Итак, 7 нот у нас. Дора, ми, фа, соля, си. Мы в школе учили. Кошка села на такси. Си, ля, соль, фа, мир, рэ, до. И поехала в кино. Вот. И каждой из этих 7 ноточек у нас соотносится одна буква из латинского алфавита. Вот снизу я написал буквенное обозначение, и вот эти буквенные обозначения. Давайте будем как бы не С, Д, Е, Ф, там как-то Г, А, Б, говорить А по английскому алфавиту будем ориентироваться. Значит, Си получается Д, И, Ф, Г, А, Б. И, как вы видите, ноточка До и буква Си, они соотносятся друг с другом, то есть неразрывно связаны. Следовательно, буквой Си обозначается нота До, буквой Ди обозначается нота Ре, буквой И обозначается нота Ми, буквой Ф обозначает ноту Фа. Кстати, легко запомнить. Ф, Фа. Мы в дальнейшем, когда будем учить, очень просто это будет запомнить. Ну, как не мы будем, вы будете, когда учить, это будет просто запомнить. Ф, Фа. Нота соль это G, нота ля это буква А, а буква Б обозначает ноточку С. Теперь, если внимательно посмотреть на нижнюю строчку в этой таблице, то здесь вот что можно заметить. Если мы вот эти две буковки А, Б перенесем в самое начало, то у нас получится А, Б, потом С, Д, И, Ф, Дж. Но здесь мы ориентируемся от первой ноточки до, и пошло на здоровье, фасоль, а С, вот эти буковки обозначают эти ноты. Я для удобства сделал еще одну табличку, вот посмотрите на следующем слайде. Я написал буквенное обозначение наверху, вот эти первые семь букв латинского алфавита, английского алфавита, А, Б, С, Д, И, Ф, Дж. И, соответственно, каждый из этих букв соотнес ту или иную ноточку, вот название нот. Значит, буквой А обозначается нота ля, буквой Б нота С, ну и так далее уже повторяться не буду, тут уже визуально все понятно. Что необходимо сделать вам для того, чтобы легко ориентироваться в обозначениях аккордов, когда вы открываете сайт с той или иной песней? Вам необходимо просто-напросто зазубрить, как таблицу умножения, это, кстати, намного легче учиться, семь нот, нот, семь букв, и просто соотнести название той или иной буквы с названием той или иной ноты. И вы уже будете ориентироваться, где Си, где До, где Ми, С, Ля и так далее. Теперь, как все это нам применить на практике? Как все это работает? Давайте мы с вами вот что сделаем. Мы с вами сейчас зайдем в интернет, так, давайте, вот на Яндекс, и забьем какую-нибудь любую песню, или давайте, знаете, как сделаем? Аккорды песен, что ли, напишем? Аккорды песен, даже самым первым у нас. Аккорды песен, чтобы уже не ориентироваться на какую-то песенку. Я предлагаю вот этот сайт, я уже сюда утром заходил, откроем этот сайт и возьмем вот лучшие песни, прям самую первую песенку давайте возьмем. Березы, да, из группы Любе. И посмотрите, что у нас здесь есть. Вот у нас А, И, М, Д, И, М, Е. Вот одна буковка Е, давайте вернемся на презентацию, вот у нас Е эта буковка, она обозначает ноточку Ми, видите, да, Е, Ми. Скажем, а М, вот об этой М мы сейчас с вами еще поговорим, что это М обозначает. Вот G-ноточка, С-ноточка, да, буковки, точнее, которые обозначают ноты. Вот она, G обозначает ноту Соль, буква С или С, да, обозначает ноточку До, вот, и так далее. Вот эти у нас аккорды, которые относятся к куплету, а вот у нас припевчик, то же самое вот эти вот аккорды. Теперь, каким образом узнать, где мажор, где минор? Давайте мы возвращаемся к нашей презентации, и я покажу вам следующий слайд. Вот он у нас следующий слайд. Мажорные и минорные аккорды. Как я решил здесь сделать? По центру, в центральной табличке, мы видим название нот. Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль. Не с ДО мы начали До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, а с Ля, потому что у нас Ля, это первая, вот, обозначается буквой Эй, и у нас первая ноточка, первая буква, точнее, латинского алфавита. Так, как бы мне показалось, что проще вам будет ориентироваться. Теперь, вот посмотрите, какая у нас интересная тут получается системочка. Буква А, она относится к ноточке Ля, да, то есть А, это Ля, и сверху мы видим, что буква А относится к категории мажора. Вот А и Ля, или возьмем, давайте, вот каким образом. Буковку С, например, возьмем, мы видим, что это До, Мажор, видите, да, вот в категории мажора, и соотносится с ноточкой До, До, Мажор. Открываем нашу песню, которую мы открыли, вот, Березы, да, например, и вот она у нас, буква Си, да, обозначает ноточку До. Мы знаем, что это будет До, Мажор, или вот Е, это будет Ми, Мажор, Джи, это будет Соль, Мажор. Вот мы видим, да, А, это, ой, где у нас, вот, Си, это До, Мажор, что у нас там еще было, Е или И, это Ми, Мажор, а ноточка Джи, буквой, да, Джи, точнее, нота Соль, это у нас Соль, Мажор. Теперь, например, относительно минора. Название ноты у нас остается то же самое, единственное, что у нас добавляется рядом маленькая буква М. Видите, да, здесь без М, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г, или там А, Б, С, Д, И, Ф, Джи, а здесь А, Б, С, Д, И, Ф, Джи, но к каждой ноточке, к каждой букве добавлена маленькая М. Вот это М как раз-таки обозначает минор. То есть, если буквы М нет, это будет мажор. Вот, например, мы видим здесь С, это До, Мажор, Джи, это Соль, Мажор, Е, это Ми, Мажор. А вот если А, М, если просто была бы А, это был бы Ля, Мажор. А А, М, вот у нас этот А, М, это Ля, Минор. Скажем, Д, М в той песне встречается. Это у нас будет Ре, Минор. Давайте мы откроем, вот он, Ре, Минор, Д, М. Ну и так далее. То есть, суть вам, я надеюсь, что понятна. Вот за эти 10 минут мы с вами успели уложиться и разобрали, что такое, давайте вернемся на наш первый слайд. Что у нас существует? 7 ноточек, Д, Р, М, Ф, С, Л, Л, Си. К каждой ноте соотносится та или иная буква из латинского алфавита. Чтобы проще это было выучить, мы с вами сделали еще одну такую табличку, схему, где вначале написали буквенные обозначения ноточек, да, из латинского алфавита, а снизу подписали, какая буква к какой ноте относится. Или можно по-другому сказать, какая нота обозначается какой буквой латинского алфавита. Выучили вот эти вот ноты, название нот и буквенное обозначение, а дальше вот здесь вообще легко ориентироваться. Если буквы М нету, значит это мажор. Если буква М присутствует в записи, значит это минор. Вот можете эти три таблички себе скачать и пользоваться, легко будет уже ориентироваться, где какой аккорд у нас исполняется в той или иной песне. А по поводу того, какие аккорды как обозначаются, ну опять-таки тоже можете посмотреть на моем сайте, там я конкретно поищите аккорды, показываю, какими пальцами зажимаются те или иные аккорды. Вот, но надеюсь, что вам эта видеопрезентация оказалась полезной. Если у вас в голове уже появился порядок, вы поняли, к какой букве относится какая нотка, как отличить мажор от минора, я рад, что я вам этим смог помочь. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, делитесь этим видео, оставляйте комментарии и заходите в гости на мой сайт guitarplus.ru Периодически я там выкладываю видеоразборы, различные презентации, уроки, так что надеюсь, что буду вам полезен. Всего доброго, пока!